Девушки отдыхают 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 Вот мы смотрим сначала здесь. Бросок! А по-моему, шайба попала даже в кого-то из игроков Монреаля. Потом уже она отскочила сюда на пятак. А нет, посмотрите. Рон Хекстелл, дотянулся он до шайбы в этом эпизоде. А потом шайба уже попала в игрока Нордикс и отлетела к Рону Хекстеллу. И он прижал ее ко льду. Так что все, эпизод здесь исчерпан. Вот, смотрим этот момент. Ничего там криминального не произошло. 0-0 у нас в матче. И бросование в зоне КВБК Нордикс. Да, никак не могут игроки успокоиться. Но посмотрите, северяне выиграли бросование. И сейчас, я так думаю, попытаются они выбросить шайбу из своей зоны. Не получается у них это сделать. Бросок! Опасный бросок! И вот такой силовой прием. Продолжается атака. Хекстелл отбивает шайбу. И она все же в воротах. 1-0. Но, похоже, арбитр не засчитывает эту шайбу. Да, не засчитана. Не засчитана шайба. Вот Жак Демерц, главный тренер. Монреаль Кеннедианс тоже он недоволен. И прям ярость на его лице сейчас мы можем наблюдать. Вот так он нервно пожевывает жвачку. Так, а мы смотрим повтор этого эпизода. Что же там произошло? Дамфус бросает. Хекстелл отбивает. Падает. И вот повторный бросок из шайба в воротах. Но я так понял, что арбитр показал, была атака игрока, не владеющего шайбой. Вот, наверное, может быть в этом эпизоде, когда Рона Хекстелла уронили. Сделал это, по-моему, 23-й номер. Брайан Белоус. Вот здесь, на пятаке. Атаковал он вратаря, хотя, наверное, делать этого он не имел права. Естественно, так даже записано в правилах. Да, и вот посмотрите. А удален-то 11-й номер Кирк Мюллер на 2 минуты. Ну, вот так вот игроки Монреали не смогли использовать численные преимущества. Да еще и сами остались в меньшинстве. А вот обратите внимание, игрок под 51-м номером Квебек Нордикс, это Андрей Коваленко. Опасный момент. Сейчас был у ворот Монреаля, но все закончилось для Канеденс благополучно. И выбрасывают сейчас игроки Монреаля шайбу из своей зоны. Да, проброс. Продолжается у нас игра. Монреаля в атаке. Брасывает сейчас шайбу игроки Канеденс в зону Квебека. Да, вот так побороться сейчас можно. Там было за шайбу, так как Рон Хекстелл уж очень долго одержал. Янг шайба! А передачу-то отдать некому было. Вот не подоспели вовремя партнеры и все. И на этом, можно сказать, все закончилось. Ну вот, слышали мы, как стучит клюшкой по льду Рон Хекстелл. Это означает то, что Квебек Нордикс тоже не смог использовать численное преимущество. И команды сейчас будут играть в полных составах. Ошибаются игроки. Квебека опасный момент. Рон Хекстелл выручает свою команду. А сейчас он и прижимает шайбу. Да, ну все, свисток арбитра был. Надо успокоиться хоккеистам. Но как они это могут сделать? Ведь идет плей-офф. И здесь никто просто так уступать никому не будет. Абсолютно точно. Вот решили парни немножко пообщаться между собой. А вот арбитр у них, наверное, будет таким посредником. И вот, пожалуйста, 21 номер. Капитан команды. Монрель Кенеденз Гикар Бано. Но именно он вот сейчас общался с игроками Нордикс. А интересно, на каком языке они общались? Так как мы знаем, это же франко-канадцы. И та команда, и другая. Может быть, они и на французском решили пообщаться. Саки в шайбу. Опасный момент. Ричи. Патри Круа спасает команду. Продолжается атака Нордикс. Нет, уже не продолжается. Она закончилась. Да, вот смотрите, еще 25 секунд будут находиться игроки Монреаля в меньшинстве. И у Квебека есть. Есть возможность для того, чтобы реализовать этот передач. Опасный момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же так? Не попадает сейчас шайба ворота. По-прежнему северяне с шайбой. Они снова идут в атаку. Сундин. Коваленко. Вот он сейчас с шайбой. Опасный момент. Но до броска, до прицельного дела не доходит. И теперь ответ Монреаля. Бросок и шайба ворота. 1-0. Вот так. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Майкин. И счет становится 1-0. Монреаля Кенедианс выходит вперед в этом матче. Смотрим мы. Ну здесь такая незамысловатая комбинация. Бросок и... Уж чем занимался Рон Хекстел сейчас в воротах в данный момент? Не успел он сам... Ущетки и пожалуйста. 1-0. Все очень просто. И вот он автор заброшенной шайбы. Майкин. Первая шайба его в плей-офф. В первом раунде. Да, и вот так немножко притихли болельщики КВБК. А Монреаль снова в атаке. Но до броска пока дело не доходит. Тут борьба у борта. Ну посмотрите. Два 29-х номера сошлись в этом противостоянии. Стивен Финн. Это игрок КВБК Нордикс. И игрок Монреаля. И вот сейчас Коваленко. Опасный момент. Ой-ой-ой. Андрей Коваленко. Да. Расстроен сейчас Андрей Коваленко. Не совсем удачный, может быть, его действие. Но и Патрик Руа здесь в этом эпизоде выручил свою команду. А здорово здесь было сыграно. Посмотрите, да? Вот так через борт сыграли игроки КВБК. И прекрасная, прекрасная передача на Андрея Коваленко. Отдал ее Мартин Ручинский. Ну вот в этом эпизоде Патрик Руа выручает свою команду. Да и защитник Монреаля, конечно, здесь Эрик Дежарден. 28-й номер. Не дал он уже Андрею Коваленко бросить без помех. А потом здесь уже и ворота сдвинуты были. Вот, видите, пожалуйста, все здесь так вот случилось. Монреаль. И снова Монреаль идет в атаку. Муллер. Опасный момент. Беллоус бросает по воротам. Хекстелл отбивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это эпизод.